Все началось со спайса. Да, я была агрессором каким-то просто. Я даже могла остановиться на неделю, но потом щелкала и получалось, что мы шли снова. Я позорилась очень часто. Я хотела бы сказать, что ждать не надо. Время очень драгоценное. Хочется нормального будущего. Детей все-таки, может быть, нормальной семьи, как у всех. Можно жить нормально, можно жить без алкоголя, без наркотиков. Лунарка ищет таланты. Ищем людей, которые хотят побороть проблему зависимости. И кто готов сняться в документальном фильме о наркомании. Привет, Карин. Привет. Я стала менее конфликтной, по крайней мере, где-то стараюсь избегать конфликтных ситуаций, также стала менее агрессивной. Ну, если бы меня выводили на эмоции какими-то словами, которые мне неприятны, я бы могла раньше спокойно просто взять и накричать. А сейчас я могу спокойно взять паузу, подумать и сказать, что это более-менее адекватное. Да, мы сдали экзамены. Мне разрешили работать в его теме. Это было достаточно тяжело. Когда я только написала ему, я испытала большой спектр эмоций, в том числе положительных. И меня это привело к эмоциональному обрыву. Ну, я все ресурсы вложила в вопрос, в общение с ним. И, грубо говоря, сама осталась без всего. И меня это затянуло в состоянии тоски, печали, какого-то, может, даже отрицания, обесценивания опять. И теперь я занимаюсь снова собой и не смещаю фокус на мужа. И думаю только о себе. Также нам дали возможность созваниваться. И вот общаемся потихоньку. Я попросила мужа как бы в прикол. И получилось так, что это вышло за рамки прикола. То есть, ну, он принес. Вот. Все началось со спайса. Да, он уже был. Я даже его видела в состоянии опьянения наркотического. То есть, он пошел под утро. Я ничего не поняла. Потом позвонила его мама. Сказала, что, ну, он долбит. Ну, я обрубила все ему связи. Сказала, что, типа, ну, мы живем вместе, как бы, без наркотиков. Я даже не придала какого-то значения тогда, что это серьезно, что для меня это было, ну, что-то такое немыслимое. С его стороны была радость, тревожность, нервозность. Он очень нервничал, переживал, потому что звонок поступил неожиданно. С моей стороны была тревога тоже, радость, восхищение, что, как бы, я могу с ним поговорить и что все не стоит на мертвой точке. Если раньше я думала о разводе, то теперь понимаю, что шанс есть и не надо его упускать. Получилось так, что мы были под амфетамином. И, ну, как все знают, да, мы лежим, хочется поговорить. Я пошла на мысль, что хочу, как бы, как-то стать законной женой все-таки. Почему мы столько времени вместе и до сих пор не в браке? Ну, я очень хотела замуж, на самом деле. Почему-то у меня было такое желание огромное. Вот, и получилось, что он говорит, ну, если ты хочешь, давай, говорит, я собиралась через год его делать. Типа, ну, получилось раньше, получилось. Я вела себя очень бестактно в отношениях с Колей. Я была абьюзершей, я унижала его, оскорбляла, не замечая того за собой. Я сделала из нормального мужика просто какую-то тряпку, за что мне до сих пор очень стыдно. Присутствует чувство вины, просто изжирает изнутри, что... Ну, есть стимул меняться, и это самое главное, потому что, ну, оставаться в таких же отношениях, это значит прийти снова к употреблению, не поменяя свои паттерны. Я думаю, что это все из-за низкой самооценки. Мне хотелось подняться за счет этого и выглядеть в его глазах выше, лучше. Но на самом деле все было наоборот, получается. Да, я была агрессором каким-то просто. Когда я только уезжала, ну, мама была рада, что я еду лечиться, но не настаивала на каком-либо общении, то есть, я просила, чтобы она пришла на форум. В ответ мне было сказано, что нет, у меня много дел. Ну, я считаю, это отрицанием проблемы все-таки. Вот, и сейчас вот мы налаживаем отношения. Мама готовится вроде как к экзамену, мне говорят. Мы общаемся с ней с помощью воспитателей также. С ней ведут беседу, со мной ведут беседу. Хочется как бы, чтобы она пришла и помогла поменять мне себя и себя тоже. Ну, я росла в неполной семье, то есть, получается, недавно я узнала, что я приемная вообще. И получилось так, что мама сказала, что папа ушел, когда мне не было еще даже года. Он сказал, что он не сможет принять чужого ребенка, что, ну, никак. Я росла с мамой, у нее менялись также мужчины, отчимы. Один из них был Натима, я тоже об этом недавно узнала. В семье есть еще двое маленьких братьев и сестра, я вот самая старшая. Когда мне вот только показали, я расплакалась. В самом начале там были детские фотографии, где я с мамой, со всей семьей и вообще все абсолютно фотографии, которые собрались за всю мою жизнь. Было тяжело смотреть, испытывала тоску какую-то по маме, сожаление о том, что все так получилось, печаль. Я думаю, это должен был быть от нее такой некий толчок, мотивация, чтобы было ради чего развиваться, как напоминание такое о себе. Вот, я очень благодарна и ценю, что она такое сделала. Это очень трогательно было и неожиданно, что я ее люблю очень. И хотела бы попросить прощения за то, что так получилось. Я, правда, не хотела, я не думала о ней тогда, я не общалась с ней. И я хотела бы вернуть это время просто и поступить по-другому, но не могу. Могу лишь меняться, идти вперед и налаживать с ней отношения. В общем, мам, если ты смотришь, извини, пожалуйста, меня за все. Я очень жду, что ты придешь. Мне очень тебя не хватает. Ведем набор «Московский реабилитационный центр» на социальной основе. Предложение ограничено. Связаться с нами вы можете через WhatsApp, номер которого указан на экране. Сложно, конечно, видеть себя, читая что-либо. И осознавать, что это действительно был ты и творил такие ужасные вещи с другими людьми. Работа над собой, в принципе, дается, наверное, всем очень трудно. Да, я его определенно прокачиваю. Меня поставили на должность аниматора. У нас по вторникам есть игры, которые я провожу. И с утра проводила зарядку две недели подряд. Это было просто каким-то открытием, потому что я боялась коммуницировать с ребятами. Это был огромный шаг, который я смогла переступить. Очень сложно проговаривать все с ребятами. У меня есть такая черта, я не знаю, или не черта. Когда ты думаешь в своей голове, что другие думают так же, как и ты. А на деле получается все наоборот, и происходит недопонимание. Учусь разговаривать, выстраивать диалог правильно, просить о помощи также. Я вернусь, чтобы почувствовать себя увереннее. Я чувствовала реально себя увереннее. У меня проблема с самооценкой, поэтому у меня тогда настолько возвысилась. Я такая классная, крутая, иду к барыгам. Как-то все возвышалось. Мы пытались бросить. Он говорил, что нет, мы не пытались бросить. Для меня это была попытка бросить, наоборот. То есть мы могли неделю не употреблять, максимум полторы. Дальше срыв был. Ну, я думала, что во многом виноват алкоголь, так как я начала пить с 14-15 лет. Как понятно, алкоголь все усугубляет в раза три, наверное, даже больше. А потом всю жизнь я была непостоянной такой какой-то. А во время употребления все просто усугубилось в раза три. Да, абсолютно можно было решить все по-другому, но виделся только один вариант, как уйти и обидеться, и привлечь к себе внимания, которого мне не хватало. Мне нравится, что, во-первых, есть коммуникация. Если у тебя случилась какая-то проблема, там, даже с той же тягой не можешь проработать, или нужно проговорить какую-то ситуацию, у тебя есть всегда возможность к кому-либо обратиться за помощью, и тебе всегда помогут. Также и ребята, и воспитатели, и консультанты. В Новый год я почувствовала себя, как будто я нахожусь дома, в домашней комфортной обстановке с какими-то друзьями, или, может быть, даже домашняя атмосфера очень была. Ну, комфорт, прежде всего, который здесь присутствует и стоит на первом месте. Я думаю, здесь причина в том, что просто уже есть такая традиция, которая заведена еще давно, и никак никому не мешает абсолютно. Алкоголь, например, легализован, поэтому все считают это нормой. А на самом деле нормы никакой в этом нет. Я хотела бы сказать, что ждать не надо. Время очень драгоценное. Каждый день может быть последним. Тут никто не знает, как все повернется. Не нужно думать, нужно делать. Делом доказываем все. Я готова доказать себе, мужу, маме, всем остальным родственникам, что я способна жить по-другому, что можно жить нормально. Можно жить без алкоголя, без наркотиков. Абсолютно согласна, потому что родственники хотят решить твою проблему, помочь тебе. Не себе, а именно тебе. Поэтому это достаточно важно понять, что нужно только тебе. Благодарю, Карина. Пока-пока. До встречи.